Доброго времени суток! С вами Слава Ник. И это полный обзор солнечной электростанции на 4 кВт из сетевого гибридного инвертора Axioma BF5000. Имеем в общей сложности 16 солнечных панелей. Имеем два сектора в разных направлениях. Вот данный сектор на юг. Вот у нас яркое солнышко. Данные панели дают в районе 2 кВт. Это панели по 260 Вт. Это у нас Хорион Салар. С такими вот характеристиками. Такая вот простенькая металлоконструкция. Зачем было принято решение устанавливать панели в разных направлениях, чтобы охватить более широкий диапазон светового дня. Сейчас у нас 15.36. На юге сектор у нас с хорошей освещенностью. А на восходе нет. Перепад вольтажа составляет где-то в районе 10 В. То есть, когда солнце только восходит, вольтаж на том секторе выше и составляет где-то 260 В. И так же самое, когда солнце направляются уже на закат. Здесь мы имеем на 10 В больше, чем там. Но два сектора приблизительно с похожими характеристиками. Вот второй сектор солнечной панели. Они у меня немножко пыли. И на них чуть-чуть падает тень от дерева. Это у нас восход. Обратите внимание, где находится солнце. То есть, уже идет перекос по вольтажу. Но я добавил восьмую солнечную панель. В принципе, нормально. Вот у нас сам прибор Axioma BF5000. Запитанный весь домик. Пробки стационарные обычной сети отключены. Смотрим на энергопотребление и мощность, которую на данный момент дают панели. Видим вольтаж. С нагрузкой приходит сейчас с двух секторов 237 В. 230 В. Он плавающий. А получаем чистый синус на 220 В. Сейчас у нас приходит в районе киловатта солнце. И потребляется в районе 800 Ватт. На данный момент включена поливная колонка. Также подключена морозильная камера. Не знаю, запущена она на данный момент. Ну, то есть, в каком смысле запущена. Стартанул ли двигатель или нет, я сказать не могу. Так как она находится в другом помещении. Мы проведем эксперименты, тесты, которые вы долго ждали. И я вам расскажу полностью, абсолютно все свои впечатления от использования данной солнечной электростанции. Также на данный момент в меня подключен компьютер. Вот у нас компьютер. Он тоже запитан от солнечной энергии. Кстати, последняя солнечная панель, которую я купил и установил на крышу, это та восьмая недостающая. Это у нас Amiri Solar AS6P30. На 280 или 285 ватт, я точно не помню. И характеристики, если честно, я его не проверял. Сразу поставил цепь. Но так как с учетом того, что туда падает тень, иногда бывает от дерева, то, в принципе, показатели, я думаю, соответствуют. Сейчас открытый у нас хатлайн и цены на солнечные панели. Я так снимаю с камеры. Мог бы, конечно, сделать скрин экрана, но не так проще рассказывать. Посчитаем стоимость солнечной электростанции по нынешнему прайсу. Вот мы вернулись к нашему инвертору. И проведем сейчас парочку тестов. Кстати, по аккумуляторам. Сейчас у меня каша продолжается. Но, можно сказать, ничего не изменилось толком-то. От данных 4 аккумулятора может выдержать полный разряд заряд. Нагрузку 2 кВт всего 5 минут. То есть чайник успеет закипеть. И нагрузку, к примеру, компьютера, когда уже света нет. Мой компьютер простенький. Он потребляет в районе 150 ватт. Их где-то часа так 4. На данных аккумуляторах 4-5 часов я могу клацать в интернете, смотреть какие-то видео и тому подобное. Вот, кстати, старый аккумулятор. Они износились и пришли, так сказать, негодность. Не знаю, может вы знаете способы восстановления гелевых аккумуляторов. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Два мерседесовских сотки. Мой гелевый 80-ка и 70-ка Bosch. Тоже кислотник. То есть вообще полнейшая каша. Но, в принципе, даже с такой вот конфигурацией все продолжает работать. И меня, в принципе, по большому счету устраивает. Да, конечно, хотелось бы заменить вот данный аккумулятор Bosch, который на 70 А. Потому что он является самым слабым сином. К примеру, у нас есть дрель. Потребление дрели плюс-минус составляет 300 Вт. Вот видим, по добавленной нагрузке дрель без проблем справляется. Кстати, мы сейчас зайдем на показания нагрузки. Сейчас у нас приход от солнца 900. И сразу доходит до килограмма. Сам прибор у нас подстраивается. Сколько ему нужно энергии. И, соответственно, он берет то больше, то меньше. Сейчас идет 700. 900. В общем, подключена дрель. Подключена поливная колонка. Подключенный компьютер. И видим, с данным тестом все легко справляется. Усложняем ситуацию. Подключим чайник, который потребляет 1,7 кВт. Так, вот у нас приход в панелек. Прыгающие значения. Я уже говорил, почему. Прибор подстраивается. Включаем чайник. И приход с панелек уже 1,4 кВт. Входной вольтаж у нас уже просел до 180. На выходе мы все равно получаем чистую синусоиду и 220 вольт. Это потому, что уже у нас все-таки больше трех часов. И на один сектор практически не попадают прямые солнечные лучи. Кстати, нагрузка прибора составляет 51%. Шумность вентилятора увеличилась. А энергопотребление составляет 2,4 кВт. И сейчас я вам расскажу краткую историю о использовании данного прибора без аккумуляторов. Смотреть. Без аккумуляторов есть и возможность вообще закипятить чайник. Включить, к примеру, бытовые приборы, такие как пылесос, насосную станцию на воду. Да, можно. Но только когда солнце в зените где-то в 12 или час дня. Пользоваться бытовыми приборами до 2 кВт. Больше не получалось. К примеру, чайник 1,7, но он на плавном пуске. То есть спиралька просто нагревается, и это сразу 1,7. Он работал. А к примеру, поливная колонка, хоть она там где-то в районе 700 Вт, где-то 600 с чем-то, плюс-минус, тому подобное. Она чуть-чуть выпендрилась. Чайник дает плавные токи, и прибор успевает подобрать данные значения по напряжению и выдавать это на прямую сеть. Подключаете приборы с неплавным током, то есть стартовые высокие токи. Прибор не успевает словить вот это мгновение и набрать нужные показатели. То есть на старте насос запускается только в максимально яркую погоду, когда солнце в зените. А так, я вам скажу, даже покупка каких-то бэушных аккумуляторов на вторичке, которые смогут держать хотя бы 5 минут нагрузки 2 кВт, вас, я думаю, вполне устроит. И вот при такой конфигурации сработает морозильная камера, компьютер, поливная колонка и нагревательный бойлер тоже мы иногда включаем. То есть, когда солнце в зените. Итак, давайте подсчитаем стоимость подобной солнечной электростанции при покупке его, вот, к примеру, на момент 21.06.2021. Сколько вам обойдется с 16 солнечных панелей? Грубо говоря, 4 кВт. И прибор на 5 кВт, Аксиома, к примеру, как мой БФ-5000 или другой аналогичный, это уже в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Давайте рассчитаем плюс-минус минимальный бюджет на покупку солнечной электростанции на 4 кВт. Итак, вот, к примеру, на хатлайне мы нашли солнечную панель Ryzen RS-M60 280 Вт, как уверяет производитель. Мы заходим и выбираем самый дешевый магазин. Цена у нас составляет 2447 гривен. Также мы берем калькулятор и 2447 мы умножим на 16. Получаем 39152 гривен. Далее мы добавляем стоимость инвертора. Давайте возьмем 21 тысячу, так как 20 за 21 тысячу, Аксиома БФ-5000 зараз в принципе можно взять. Так, мы получаем инвертор плюс панели и это стоимость 60152 гривны. Далее мы добавляем какие-то аккумуляторы со вторички. Давайте возьмем стоимость аккумулятора по 2000 гривен. Берем 4 двухсотки, к примеру, и получаем стоимость еще плюс 6000 гривен. Также мы добавляем стоимость металлоконструкцию, провода и ваше время. Давайте добавим 5000 гривен на металлоконструкцию, крепежи, шурупы и тому подобное. Итого мы получаем стоимость в 71 152 гривны. Я вам посчитал почти по минимальным расценкам, по которым на данный момент можно собрать данную электростанцию. Сейчас мы поговорим о вообще рациональности покупки солнечной электростанции и стоит ли вообще этим заниматься. Также мы берем в руки калькулятор, чтобы рассчитать. Смотрите, если вы живете в Украине, стоимость электричества по одному из самых дешевых прайсов составляет у нас гривна 65 за киловатт. Мы не продаем электричество государству, мы не покупаем, мы абсолютно никаких продаж, покупок не учитываем. Это сугубо окупаемость вашей системы по тому, как вы пользуетесь. И умножаем на потребление, сколько вы потребляете в месяц. 300 киловатт как бы нормальный показатель для обычного среднестатистического дома или какой-то жилой квартиры. 495 гривен у вас составит стоимость электричества в месяц. Грубо говоря, 500. Итак, 500 мы множим на 12 месяцев 6000 гривен в год. 6000 гривен в год, ну ладно, умножаем мы на 10 лет. Множить не буду, вы и так знаете, сколько получится. То есть, грубо говоря, окупаемость нашей системы составит 10 лет. Это очень большое время. Окупаемость системы только для своего использования. Это не какие-то там зеленые тарифы и тому подобное. Это просто вот вы взяли и вы пользуетесь. Но не забывайте одну вещь. Стоимость электричества в ближайшее время может возрасти. И я думаю, возрастет она раза в два. Вы окупите данную систему год за пять. И я не каркаю, что электричество возрастет. Так просто идет такая тенденция к повышению ценам. Даже не к повышению ценам, а обесцениванию бумажной валютой как таковой. Я вам что скажу. К примеру, если у вас есть деньги, а они просто лежат, более рационально воспользоваться, возможно, это будет и правильное решение вложить их в какой-то товар. И не говорю, что это должны быть обязательно солнечная электростанция или панели. Можно взять даже, к примеру, любую технику. Я тоже думал, техника обесценивается с годами. И как бы рациональность хранить в технике нет. Но, как показала практика, к примеру, стоимость на видеокарты из-за наших любимых майнеров резко выросла. В три раза. Также это может случиться из-за электричества и, в принципе, со всем. Создали, к примеру, свою электростанцию, вы в чем-то более-менее стали независимым от государства. А чувство независимости, можно сказать, и стоит данных денег. Да, вы зависимы от аккумуляторов, от их емкости. И дальнейшая покупка аккумуляторов, в принципе, неизбежна. Использовать энергию днем, к примеру, если у вас большие объемы. Запускать там стиральную машинку, утюги всякие. И в ясную погоду у вас будет все окей. И также рациональность покупки уже более целесообразна, даже без использования зеленого старифа, чисто из-за того, что вы не знаете будущее. И, возможно, вы выиграете в данной покупке. К примеру, цены на солнечные панельки тоже могут возрасти. Не потому, что кто-то там с производством, а потому, что просто будет спрос превышать предложение. Производители и также продавцы могут задрать цены на панели. Год назад на них стоимость была самая низкая, а сейчас было подорожание. А с вами был Слава Ник. Всем удачи и всем пока!